Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Но суть не в этом. Что навеяло тему сегодняшней передачи? Не ищите изъянов в других. Потратьте это полезное время для того, чтобы поискать эти изъяны в себе. И вчера, пока я ехал, там три или четыре человека, и до этого, ну, достаточно часто, и многие говорят, что это говорит вы, Владимир, не пристегнутый ремнем? И там полемизированная тема люди начинают. Друзья, я же вас не просил мне подсказки давать. И дело не только меня касается. То есть, когда вас не просят, лучше не заниматься тем, чем вас не просят. Если вас попросили, ну, например, спросили вас о чем-то, ну, даже о том же самом ремне, расскажи мне, насколько полезно и нужно ли мне пристегиваться ремнем. Ну, тогда расскажите все, что вы знаете. О том, что вы эксперт в области, так сказать, о ременном пристегивании, да, или еще что-нибудь такое. Но, понимаете, а если вас не просят, зачем это делать-то? Это всегда человек, который пытается улучшить этот мир без запроса из этого мира к нему, всегда получает по жопе. Или по башке. По-другому просто не бывает. И это касается, разумеется, не только там ремня и не только каких-то вот простых вещей. Это всего касается. Люди не хотят разбираться и тратить самое ценное, что у них есть, а самое ценное это время. Они не хотят тратить на себя. Они ищут изъяны в других, чтобы самим показаться для себя лучше, чтобы повысить свое реноме. Реноме, я же хороший человек. Я вот подсказал тому, подсказал этому, то, что те другие не просили вас подсказывать. Ну, вы как-то и не думаете об этом. Вам нужно просто для себя найти определение, обоснование того, что вы хороший, что вы как Коша и Татоша. И вот другим, так сказать, помогаете. Даже если вас не просят. И некоторые особенно, если вас не просят. Коху тут, а правила же есть. Правила. А кто же придумал эти правила, а? Вот сидели какие-то, два кренделя, там, неважно, когда даже они сидели. Говорит, а давай-ка придумаем правила. Ведь если мы придумаем правила, мы потом сможем порабощать при помощи этих ограничений других, накорячивать их разным способом, уничижать, говорить, что, говорит, как это так, ты говоришь не на том языке, да? Или этикет не соблюдаешь. Или ты не в той юбке ты пришел туда-то. Или не те штиблеты одел. Понимаете? Вот что-то вы не то сделали, да? Поэтому вы виноваты. А остальные, они хорошие. Потому что они сделали так, как надо. Как им сказали, так и сделали. Поэтому хорошие мальчики и девочки, это те, которые соблюдают закон. Которые написали те, кто порабощает тех, кто должен соблюдать этот закон. Понимаете? Выигрыши, естественно, остаются те, кто пишут эти писульки под названием законы. Вот эти выигрыши остаются. Причем они все поголовно все это нарушают. Безусловно. А как по-другому-то? Понимаете, это все устроено достаточно просто. Нужно немножко снять шоры с глаз и понять, что социальная система, государственная система, социальная система. Это просто банда говнюков, которые собрались с Халь. О, говорит. А мы, говорит, все стадо, говорит, будем пасти. У нас, говорит, есть хозяин, он нам дал, говорит, карт-бланш. И мы теперь всех накорячивать будем. Он говорит, мы тут главные, да, ребята. Почему? Потому что вот так мы хотим, так случилось. А остальные, как послушные зайчики, говорят, в машине надо ремнем пристегиваться обязательно, да. Правила же есть, правила надо соблюдать. А правила могут установить какие угодно. Например, правила, чтобы у вас мазок из жопы брали в аэропорту, у китайцев, например, тоже правила хорошие. И все снимают штаны и подставляют жопу. Говорят, а если вам придумают потом какие-нибудь правила, чтобы вас слоник в жопу трахал, так это тоже, говорит, правила же, говорит, надо. Говорит, ну ничего, потерпим. Говорит, какие проблемы-то? Говорит, ну правила же. Вот. И социальная система, скажем так, людины в социальной системе, которые находятся в постоянном перманентном страхе и готовы брать ответственность за собственную жизнь на себя, они готовы делать все, что угодно. Они готовы, чтобы им вкалывали любую жижу в организм, какую хочешь. Для чего? Тоже не особо. Главное, чтобы бумажка была, что-то надо. Вот сказала, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Все построились и побежали в строю делать то, что надо. Нужно предоставить жопу, или что? Пожалуйста. Нужно еще что-нибудь предоставить? Пожалуйста. Говорит, ну что поделаешь? Говорит, ну кто-то помер. Говорит, ну бывает, да. Все померли. Ну тоже ничего страшного. Говорит, возвратимся заново. Говорит, и снова будем все делать, что нам говорит партия и правительство. Вот почему, собственно, то место, в котором мы с вами находимся, является ничем иным, как просто челофермой. Или куретником для двуногих. Курицей и петухов. Которые там прыгают, распушают свои эти... Бр-бр-бр-кар-кар-кар-кар-кар. И все. Там есть старшие петухи, есть младшие петухи. И они между собой эту петушиность распределили, и курицы тоже. Все. Никаких проблем. Мы с вами находимся в таком занятном месте, где каждый индивидуум может проявить самостоятельность Но это отторжение социальных норм и правил Это не говорит, что это надо делать показным способом Выйти с транспарантами всех в жопу, социальную систему в жопу и так далее У вас быстро упакуют Понимаете? Потому что не надо тут вносить сумятицу среди куриц и курятников Хотите идти погулять на волю? Говорит, он дверка открыта, идите гуляйте Поэтому не нужно тут кричать по поводу того, чтобы все остальные рабы срочно освободились от своих оков, в которых они сидят Понимаете? Оковы-то они внутри, они не снаружи Оковы-то в первую очередь нежелание брать ответственность за собственную жизнь на себя Нежелание просто включать мозги того, как устроен этот мир и то, что все идет по воле Творца Неважно, пристегнуты или вы не пристегнуты Если вам по вашей судьбе написано сдохнуть, вы точно сдохнете И даже если вы будете пристегнуты, вы куда-нибудь в какое-нибудь болото упадете и у вас заклинит ремень И вы не сможете вылезти из машины и захлебнетесь там в этом болоте Вот этой вот лягушачьей жижи И все, дорогие мои Ну что вы думаете? Все просто Не нужно ничего усложнять Система социальная, она постоянно что-нибудь усложняет Ей вот спокойно не живется Почему? Потому что не должно житься спокойно курям Кури должны все время кудахтать И они должны постоянно беспокоиться И постоянно бояться Постоянно усираться По любому поводу По какому угодно Это неважно Это вообще не имеет ровным счетом никакого значения Главная задача средств массовой дезинформации Захищается в том, чтобы вас дезинформировать до такой степени Чтобы у вас от страха выпадали зубы И говно из вас шариками высыпалось, блин, прям вот по нескольку раз на дню Обязательно О, новый страх Сейчас, говорит, узнаем И расскажем о новых страхах соседке И соседу И вот все начинает бояться Прям то, что надо В интернете оковы ваши Советы раздавать, которых не просили вас Не в интернете оковы ваши Так они везде эти оковы Оковы, знаете что? Оковы это материализм То есть, люди за что держатся? Что для них ценность представляет? Как для людей Именно для людей Не для человека Это же животные У них должна быть крыша Основные потребности, да? Физиологические потребности Потрахаться Крышу и жиранина Вот три параметра Все А все остальное производные Что свинья Что двуногая свинья Одно и то же Абсолютно Что курица Что там бычок К тому, что Я неуничижительным словом Использовал свинья Это не оскорбление Это животное такое, видите Свинка Поэтому Нет никакой разницы Абсолютно Базовые потребности Они такие Крыша То есть, кров Размножение То есть, гедонистические потребности И пожирать Все А что еще надо? Все, больше ничего не надо Людину Ничего не надо больше Абсолютно А все остальное Производные И вот им рассказывают Какие они Какие они умные Какие они люди Сильно отличаются От Так сказать Животных Животные гораздо умнее На самом деле Они Гораздо добрее Да? Потому что у людей Есть еще функция ума А функция ума Она очень забавно Устроена У людей То есть Сегодня Вы испугались чего-то А завтра Вы уже Этот объект Который вас напугал Хотите уничтожить И убить Да? Очень просто У животного такого нет А у человека есть И поэтому Люди страдают Ну а что им делать еще? Ну, нужно себя как-то Развлекать В этом мире Поэтому А самое веселое Развлечение Это страдания Все в основном Страдают С утра до вечера Потому что Не знают Чем заняться еще А на самом деле Занятие-то и есть Что-нибудь хорошее Полезное И доброе Сделать Не суди Да не судим будешь Все правильно Они же простые поговорки Вот эти На каждом шагу Они ясны и понятны Но Человеки понимают А людины не въезжают В смысл То есть Это для них тайна Есть секреты Есть тайна Они сильно различаются А тайна Это то, что Можно понять Только тогда Когда есть Данные То есть Когда есть знания Тогда ты можешь понять тайну Она открыта Она на поверхности Пожалуйста Бери и понимай Если хочешь Но Мозгов не хватает А секрет А секрет Это кажется Дурак понять Может Поэтому Ну секрет Я тебе не скажу Где взять Ключ от сейфа Где деньги лежат А тайна Она заключается В понимании того Что такое деньги Вот И тогда Их становится Вполне достаточно Потому что Человек начинает По-другому Ими распоряжаться Не только Рать своей жопы И Вот этого У меня не происходит Вот этого Да И все Все становится На свои места Дорогие мои Тайна и секрет Все очень просто Но тот Кто Получает Ответ на секрет Никогда Богатым не будет Потому что Он все равно Все просвет А нового Будет ждать Опять Но ответ На новый секрет Так не бывает Это Называется Патологическая Бедность Умственная Бедность 11 августа Умерла двоюродная Сестра мужа Инсульт Светлый человек 69 лет Увезли скорые Думаю что Помогли Ну а что Помогают Конечно Давно уж Помогают Им же за это Деньги платят Как вы хотите Чтобы там Деньги платят А они там Не делали Свою работу Что ли Тут в деревне Сплетничать Любит Прислось Всем обозначить Что ко мне Можно приходить Только в варианте Если не будут Сплетни О так это Вы там Одна Иди Одна Сама По себе Будете сидеть Там Куковать В больницах Конечно Правильно Наташенко Пишет Что оно для этого и предназначено изначально было, а для чего же еще по вашему времени такое Владимир, растут ли березы, рябит? Ой не скучаю ни разу тут растут другие деревья они ничуть не хуже и красиво очень цветут и вы знаете с деревьями когда беседуешь что березки что так сказать осинки что вот другие деревушки ну ничего хорошие эти не расстраивают ни разу я ни разу не скучаю по каким-то другим местам во вселенной мне хорошо там где я есть не скучаю ни по снегу ни по слякоти ни по ментам на дороге не скучаю ни разу вот по быдлу в транспорте тоже ни разу не скучаю вот по этим мордам таким ну ты что сука такой довольный ты что довольный такой ты видишь все страдает сука здесь а ты падала улыбайся здесь понимать не скучаю ни разу что же делать с голодной язвы излечить ее да и все владимир поясент можно с тайской карты на европейскую отправить узнаете лучше спросите у нашего виталика виталий как расскажет в больницах убивают после того клиент заканчиваются деньги а зачем он нужен ты еще вообще ничего понять не могу хоть за это заплатит зачем он нужен ты тогда еще что с ним делать-то его же изначально не излечивали да и изначально в оборот набрали для этого а что же вы хотите чтобы логика какая-то другая что и случилось парацельсовская медицина платная медицина вы поймите простую вещь друзья некоторые все каких-то иллюзиях прибывают относительно того что такое современные медицины вот у вас есть бизнес ваш доход зависит от того насколько люди будут болеть и тут вы изобретаете нечто такое исцеляет всех кремлевская таблетка сожрал и выздоровел навсегда от всех болей самый здоровый человек что вы дальше будете делать мы хорошие со своей со своим бизнесом медицинским это вот палец это лучше из того что можно будет пососать в основном там писька дохлой обезьяны поэтому друзья мои необходимо с пониманием относиться к современной медицине люди делают бизнес что вы хотите от них вы хотите чтобы они пилили сок на котором сидят голеновская медицина это совершенно иная медицина отличная вот парацельсовская на парацельсовская платная вы вдумайтесь вы платите за то чтобы у вас вылечили вы что идиот понимаете если вы платите за то чтобы у вас вылечили вы идиот это . теосульфат выводит к адмии до предлагали деньги отказались сказали что все у них уехали через три часа уже все понятно где-то там больше платит нет владе или или план над сделать нет владимир не купую 1 еду болтаю время о хорошо значит кто то есть еще толковый скажите почему тайцы ходят в намордниках я об этом несколько раз рассказывал уже поймите простую вещь друзья их осуждать за это все бессмысленно дело в том что в таиланде достаточно длительное время вот особенно прошлый король и до этого тоже сформировалась такая социальная система которая была направлена на повышение человеческого людского благосостояния поэтому практически все население таиланда с большим уважением относилась к системе управления государству они понимали что государство них заботилась и государство действительно заботилась о них в течение вот последних достаточно достаточно длительного последнего времени и у них сложилась высокая степень доверия к всему что правительство было понимаете как это случилось помните у них тут случился большой травм так они все плакали по тому королю который вот умер некоторое время назад мне очень длинное имя но смысл в том что был большой национальный траур люди плакали поэтому по умолчанию случилось что у людей высокая степень доверия плюс а блокировка социальных сетей жестко вычищалась все то что могло отдать их не какую-то информацию по поводу есть как очень сильный контроль социальных сетей очень сильно поэтому отсутствие информации плюс высокая степень доверия по прошлому времени вот и результат большие хочу добавить к этому нечего все ясно и понятно это не только кстати касается отела штраф за непристегнутый ремень в германии 30 евро да пошли бы они в жопу вместе с германией и с ремнями и со всем остальным кому надо тот себе нарисует здесь такую фигню вот кто помудрее да если там камеры считывают нужно накладной ремешок такой себе сделать или одежду такую прям вот как бы с ремешком и все езди себе за свободным пузом никаких сложностей не будет больно выдумки хитра ссылки по книгам на лекарственные растения будут на новом сайте азия биофарм который азия биофарм кати речь там они будут опубликованы в тайгаре левосторонние движения вам несложно и сейчас мне просил уже сложно ездить а вообще я спокойно переключаюсь никогда не имел никаких проблем слышала скоро в канаде натуральный препарат запретят да не только в канаде ходят слухи о том что искусственный поджог гавайских островов а что у нас не искусственно в цифровой реальности что не искусственно это может быть даже то что вы естественным считаете тоже искусственно если какие методы и препарат от алкоголизма для этого человека самому необходимо изначально принять решение окончательное а после этого можно посоветовать уже что там более тысячи пропавших без вести в небе видели светящиеся объекты из которых лучи расходились по сторонам понятно летающие тарелки прилетели с альптилоидами решили сделать себе шашлычок праздничный так об этом же в тех что как говорится святыми книжками называют там же написано огонь небесный огнем и водой то есть наводнениями землетрясениями ураганами и лазерами все будет утилизировано ничего удивительного на гавайях просто так сказать потренировались немножко что удобно на гавайях потренироваться эту самую природу то не полили наверно я имею ввиду деревья там и все остальное в основном то жгли что в здание двуногих и предметы быта лодки там и все остальное остальное все целое я так понимаю как долго принимать белый парашют при мигрении я думаю что достаточно месяца проходить то будет голова достаточно быстро а вот для того чтобы добиться стабильного эффекта чтобы у вас голова больше вообще не болела вот тут необходим конечно подойти к вопросу комплексно и устранить причину поэтому там речь идет не только приемы белого порошка а необходимо понять что происходит с вами и назначить комплексный комплекс назначен как насчет светлых сил нет никаких светлых сил есть просто силы они не темные не светлые вы когда куриц у себя в курятнике фигачите вы светлый или тем и когда вы жрете куриц вы светлый или темный для куриц может быть вы не может быть абсолютно точно вы темный а вот для себя и для тех кому вы этих кур продаете вы как светлый или темный такой простой вопрос всем здравия сосед дпс ник поведал интересную тему утверждает что большинстве случаев люди которые не пристегивается вылетает через лобоухой остаются в живых при столкновении транспорта в общем абсолютно вменяемое объяснение да не то что мне не нравится пристегивается я испытываю к этому абсолютное отторжение интуитивное никогда не пристегивался с самого начала с детства всяческое ограничение какое бы это ограничение не было вызывает вызывает во мне реакцию абсолютного отторжения главная задача в этом мире остаться человек не стал стать человеком то есть вот вот здесь сначала обязательно пройти стадию людей на том стать человеком когда уж стал уже обратно не как выход в турникет в одну сторону там после того как человеком стал уже невозможно обратно в скотское состояние вернуться сегодня прилетела ракета вы знаете она постоянно чудо куда-то прилетает вот на гавайи тоже прилетели только вот нафиг не ракета ни разу гораздо хуже чем ракета мне 46 в таиланд только 50 плюс да нет можно и раньше приехать зависит от количества от наполненности вашего кармана потому что если вам 50 нет здесь нужна рабочая виза для того чтобы жить и студенческая что очень неудобно да или есть еще элит виза пока там в районе 30 до в районе 30 тысяч долларов платишь и там вижу получать намного ли марина владимир я на системе питания и лечения вами прописано пять месяцев мигрени ушла так чужой не пишите то значит коррекцию сделал напишите пожалуйста если у вас была консультация то соответственно у вас есть его если письменная консультация была то у вас есть адрес куда написать так что же вы не пишите то я всем говорю кого консультировать пишите по результатам дополнительно платить ничего не надо если новости со способом выведения защиты нету на текущий момент времени пока нету владимир здравствуйте вы уже раненки говорите я хочу вас просить вы свинину едите дорогая вчера только на эту тему говорили вот буквально вчера люди интересуются а тем что делают другие а едят ли они там кроликов свинину птицу или может быть артишоке и еще что то вы на себя ориентируйтесь на свое сердце и тогда будете точно знать я вам скажу следующее я сейчас не ем вообще ничего то есть абсолютно ничего только пью и уже я не знаю может этот месяц еще будет продолжаться может быть два месяца будет продолжаться вы что теперь послушайте тоже не будете ничего есть понимаете как люди говорят вот сейчас я на кого-то сориентируюсь кто там у нас вот на иисуса христа или там на владимира или там на президента какого-нибудь или там на какую-то поп-диву да или еще что она делает там вот она какает справа налево или слева направо дай-ка я буду тоже как как справа налево или слева направо зачем слушайте сердце свое делаете так как ваше сердце говорит все очень просто едите вы то или пьете вы то или пьете не то я не знаю что я буду делать завтра или послезавтра сейчас я не ем вообще ничего абсолютно если мне захочется через там месяц или через два съесть крокодила я пойду и съем крокодила что тут непонятного можно ли вылечить шизофрении шизофрении заболевания это не заболевание состояние от него избавиться можно сибиряку привет ревматоидную полимиалгию однозначно можно записывать через юлечку плюс 7 4 9 9 638 31 84 как избавиться от гипногогических галлюцинаций при засыпании это тоже способ есть как будто кто-то тащит за ноги трясет началось после приема микродозинга это тут не совсем так все устроено это по всей видимости те кто вас дует очень недовольны тем что вы начали микродозинг мухомора принимать как вы молоко давали коровка дойная такая а тут вдруг это самое нет больше и все не будет вам молока никакого хозяин недоволен потормошить говорит его чтоб снова молочка давал в той же в колючили вышки 5 а их везде где-то есть где не включены но в некоторых местах не не функционирует очень интересная тема заявленная раскройте а чтоб раскрывать уже много раз над тем говорю если вас ни о чем не просит не есть и не надо никому не советую получите по мордам всегда однозначно может быть не сразу чуть позже вы если вас попросили расскажите подробно все что знаете то есть боженька через других просим это расскажи мне говорит нужно ли мне пристегиваться ремнем вашей это если вас не просят а вы тут улучшаете мир сейчас я всем расскажу что нужно исполнить правила которые у нас правило написано правило умные люди написали хорошие добрые умные люди написали правила да все правят смотрите сейчас откройте свод правил да не начинайте все их исполнять хорошие жига добрые люди а чё говорит тогда вы занимаетесь ерундой идите к зеркалу смог поищите звены в себе начните исполнять все правила которые партии правительства вам написали условно только и занимайтесь с утра до вечера тем что исполните правила и посмотрим потом как вы будете счастливы в этой жизни в своей в своем глазу невидимые так сказать соринки полено не видим до в чужом маленькую фигурку увидим на людям нужно же свое время мы поднять обязательно да как я хорошие кокоши это тоже теперь вокруг бандерлогии пидарас собрались нездоровые да все а я вот туда кокоши татуши хороший поэтому смотрите какое хороший говорите какое какое хороший какое ой вот он я да хороший меня все оценили все сказали какое замечательный а а вот васьки не говорят а какой он хороший замечательный пик и круг и гаваню куда урода никто не говоришь хороший а мне да все все лайки мне поставили значит я хороший но я не знал что я хороший да да этого нет не знал а вот все оценили да теперь я хорош теперь я точно знаю что максим спрашивает кому будет обратиться вот вы лицезреть уже кому через юлечку запись просто плюс семь четыре девять девять шестьсот тридцать восемь тридцать 184 все знают этот номер подскажите друзья максимум муж материться стал меньше когда человек понимает что такое мат что это непростые слова не ругательная это сакральные слова используемые в суе за это человек так по мордам получает и в такой говно его мироздания втаптывает что дальше ехать некуда поэтому чем больше человек материться тем он больше обыдливается он становится конченым подонком владимир общитесь ли вы с богом я не просто вообще я его часть как и все и даже вот этот пепелац на котором я вижу тоже из бога сделан как же можно с ним не общаться потому что кроме бога вообще чуть нет для этого нужно просто понять что есть бог и какой-то дед там такой сама рефлексичный говнюк который сидит ну что сукины дети точнее божьи дети мои что в этом все обосрались блин сейчас я вас будут всех на хрен наказывать говнюков за все проступки которые вы там делаете да я вот здесь вот бородатый говнюк сижу и я тут решаю кто из вас прав а кто нет там вот еще там есть черт такой черт да он вроде как сам по себе рогатый там такой я вас всех к нему отправлю всех к нему отправлю будет он у вас в чанах со смолой варите паяльники вам в жопу вставлять вот если будете плохо себя вести и не будете делать того что я говорю где говорит узнать как нужно себя правильно вести ведь видите там священники есть и дети они вам расскажут это мои доверенные наместники они точно знают то что у меня с ними есть красный телефон да придете вот они за вас могут попросить только бабла принесите и все индульгенцию можно купить это просто давно уже продаем индульгенции то можете даже насиловать можете даже убивать и жрать младенцев не проблема говорит просто дорого дорого да но индуй посмотрите внимательно что было во времена инквизиции да в старые добрые времена за какие деньги можно было откупиться при помощи церкви от любого адского наказания классный бизнес продавать воздух это же вы представляете как это мошенничество государственного масштаба и она не прекращается то есть людей оболванили при помощи религии а после этого их просто эксплуатируют как конченых баранов и это продолжается дорогие мои до нынешнего времени до новых встреч дорогие друзья пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание видео